Привет, я Ани Мэджик, и как вы поняли, я в своей любимой студии, за городом в Мэджик Хаусе, с кисой Алисой, с собаками. Сегодня в своем телеграм-канале я спросила, хотите ли вы ролик про кису Алису, потому что, скорее всего, вы по ней уже очень сильно соскучились, как и я. И большинство, конечно же, проголосовало, да. Поэтому сегодня у нас будет очень интересное видео. Я решила сделать такой челлендж, 24 часа следить за кошкой, потому что киса Алиса уже самая настоящая уличная кошара. Она совсем не та, какой была раньше, и какой мы знали ее когда-то. Поэтому обязательно следите за моим телеграм-каналом, ведь там вы узнаете все самыми-самыми первыми. Ну и вообще, мало ли что, там же я объявила, что 16 августа вышел мой мини-альбом. С шестью треками. Он называется «И это пройдет». Я очень надеюсь, что вы после просмотра этого ролика пойдете, послушаете все и поддержите меня. Мне очень приятно ваша поддержка, и вообще все, что вы пишете там в телеге и в других соцсетях, очень важно. Погнали отпустим этого маленького кота-монстра на свободу и посмотрим, чем это все закончится. Недавно в комментариях я увидела вопрос, который меня очень удивил. Зачем ты покупаешь собаковые игрушки? У нас вот у собаки нет игрушек, и нормально пес живет. Главное, мы у него есть. Конечно, удобно. Собака-то вам сказать не может, что у нее жизнь скучная. Она говорить не умеет. Получается, ваш пес – игрушка для вас. Вы тискаете его, когда захотите, общаетесь с ним, когда вам хочется, а в остальное время он что делает? Просто спит? Это, по-вашему, разве счастливая жизнь? Вы бы сами так хотели? Не иметь никаких хобби, есть, спать, иногда гулять и больше никаких радостей в жизни. Конечно, можно и ребенка просто родить, и пусть лежит целыми днями на диване и смотрит в потолок. Но вы представьте, каким вырастет этот ребенок? Как это повлияет на его умственное и физическое развитие и вообще счастье? Да. Так что да, я покупала, покупаю и буду покупать своим собакам игрушки, потому что для них это часть жизни, как и для меня, мои хобби. И я, кстати, не только своих собак радую, но еще и другим собакам игрушки дарю. Скоро поеду снимать целый день «Живу с кем-то», потому что вам очень понравилась эта рубрика, вы голосовали за нее лайками в гости к этому прекрасному бассету. И купила ему в подарок классные игрухи «Гамма», я их очень люблю. Вот собаке радости будет! Ждете новый выпуск из этой рубрики? Кстати, это серия «Гавгамыч» от бренда «Гамма», я просто их уже покупала своим собакам. И мне они очень понравились тем, что материал необычный, он прочный и какой-то просто нереально легкий. Что удобно и вам, и собаке. Вот такую крутую тарелку, она легкая, не тонет в воде, и сколько радости и спорта для собаки за ней бегать. Два кольца, играть в развитие, кидаешь одно, запускаешь другое и даешь разные задания на внимание. Принести оба или только первая, знаете, такую игру. Два разных мяча, один для апорта, другой с канатом, и вот такую игрушу для перетягиваний. У моих уже просто есть игрушки такие, смотрите. И да, игры с собакой развивают тело, мозг, еще и радуют. Даже игра в канат дает собаке кучу позитивных ощущений. Неужели вы не хотите ее порадовать? Игрушки помогают занять собаку, пока вы не дома. Если собака приучена играть, она может хотя бы не так скучать без вас. А как насчет здоровья? Самое простое – бросить собаке мяч, а уже сколько радости и, главное, физической активности. Грызть что-то полезно для зубов, и уж тем более щенкам, которые могут грызть весь ваш дом, когда у них зубки растут. Уж лучше они будут грызть игрушку, нет? Кстати, меня еще спрашивают, зачем я покупаю собакам игрушки, если у нас уже есть какие-то. А вы разве не замечали, что собака привыкает к своим игрушкам и может даже перестать обращать на них внимание? Как только появляется новое, сразу раз и снова интересно. Это так же, как и вам что-то в жизни надоедает, или ребенку вы покупаете что-то новое, так и у собак. Старые можно на время убрать или отдать, а собаке новая радость. Ну и вообще, игрушки развивают интеллект, здоровье, расслабляют собак, снимают стресс. Мне вот эта серия Гавгамыч очень понравилась. Яркие, минималистичные, стильные, очень легко моются, можно играть на прогулках, не тонут, суперлегкие и практически неубиваемые. То есть, очень долго вам прослужат. Так что я их прям советую, тем более по вот этому промокоду, MagicGamma15. Вы получите скидку 15% на всю серию Гавгамыч до 9 октября. Можете обновить вашей собаке игрушки, или может вы щенка заводите, вот вам и первые главные покупки. Ссылочку, как обычно, в описании вам оставлю. Пошлите, принеси! Как только я приехала с собаками, Алиса теперь постоянно сидит у себя в домике, именно на вот этой вот башне. Причем желательно как можно выше, потому что Юмичу ее гоняет. Но большую часть времени она, конечно же, сидит у двери на улицу, потому что ждет, когда же ее туда выпустят. Побежала, побежала, побежала. Быстрее преследуем, преследуем кошку, которая просто убегает от нас. Куда, а? Здесь полежим? Вышла на улицу поесть травки. Сидит, жует. Так начинается утро Алисы. Солнце капец яркое, я ничего не вижу. Пока мы шпионим за кисой Алисой, мы можем обойти не только весь сад, но и территорию за забором и найти место для палатки. Может быть, даже далеко, может быть, на озере, может быть, в лесу. Чтобы провести там ночь, снять ночной эпик челлендж, если вы хотите, то обязательно ставьте лайк, набираем много лайков, и мы это снимаем. Дело в том, что я специально не выпустила собак, потому что Юмичу, вот как мы приехали, она ее постоянно гоняет. Причем, когда я забирала Софью в Москву, а Юми была здесь, она не так гоняла Алису. А как только я приехала и привезла Софи, Юми стала еще сильнее гонять Алису, и она прям ее, ну, реально на нее нападает. Может, она, конечно, пытается с ней играть. Я думаю, что если бы я собак выпустила вместе с кисой Алисой, они бы ее погнали, она бы испугалась, разозлилась и обязательно куда-нибудь бы спряталась. Но не факт, что так не будет без собак. Короче, она теперь постоянно тусуется на территории сада, все время на улице. Чем обычно занимается Алиса на улице? Она ловит всяких животных, мышей, ласк, летучих мышей, лягушек и даже кротов. В общем, выполняет свои кошачьи задачи на территории. О, так, ну вот Алиса кого-то заприметила. Ого, ребята, смотрите, это мышь прям. Она от нее убегает. Сейчас Алиса начнет ее ловить, а потом поймает и будет играться. Вот, увидите. Наблюдаем за кошачьей охотой практически в условиях дикой природы. Потеряла хищник, упустил свою жертву. Смотрите, как она крут головой, высматривает. Где же она? Ага, нашла, обнаружила, начинается погоня. На самом деле мышку с одной стороны жалко, а с другой они, блин, прям настоящие вредители и в доме, и в огороде. Она поймала, тащит в зубах, видите? Я не смогла заснять, блин. Сейчас она ее отпустит и начнет опять догонять. Конечно, зачем Кисе Алисе какие-то игрушки дома, когда на улице такие развлечения настоящие? Не знаю, делают ли так все кошки. Мышка притаилась. Сейчас она убежит от Алисы опять. Короче, сейчас будет вот так туда-сюда, пока Алисе не надоест. Потом она ее уже неживую на кровицо притащит. Ну, у кого-то же коты так же делают, да? Алиса, только не говори, что ты эту яму себе для туалета копаешь, а? Ну нет, ну Алиса, ну ты че? Это же сад. Вот я и говорю, реально, это кошка, которая живет на улице. Это просто кошка-бомж. Моется в пруду, когти точит об деревья. Игрушки у нее тут живые. Все тут. Так еще и туалет теперь тоже тут. Отлично, блин, Алис. Но у нее точно есть какие-то секреты от нас, потому что она куда-то уходит, пропадает. И что-то она делает, да? И моя задача сегодня это как бы выследить то самое место, следить за ней. Следить за ней, блин. Пока я чуть на секунду отвлеклась, она уже птицу какую-то где-то поймала. Че ты капризничаешь? Ну, так не интересно тебе, как с мышкой, да? Не играется она с тобой, не убегает. Ну, что, че ты хочешь? Алис, все, хватит кота монстрить уже. Пошли дальше гулять. Алиса, Алиса, о господи. Опять от меня убегает с поднятым хвостом, бежит куда-то от меня. Опять в кусты, опять в кусты. Вы посмотрите на нее. А это не так легко, как я думала. Алиса, Алис. Ну, что вы думаете? Алиса таки перелезла через забор. Я ее нашла прямо вот тут рядом с домом. Вот где еще у нее одно тайное место. Короче, смотрите, у нас вокруг забора за территорией вот эти трубы. Они как бы выводят воду от дождей по кругу участка. И вот, видимо, куда ты, кис Алиса, частенько сбегаешь, да? По трубам пошарахаться. Конечно. Зачем тебе туннели дома эти магазинские, когда у тебя тут свои туннели? Хорошо, что она не ушла далеко от дома. Я ее рядышком быстренько все-таки нашла. А то бы мы ее на весь день потеряли. Так, все, возвращаемся во двор. Пошли. Идет, мяукает. Почему-то. Что? Что такое? Что, ты пришла ко мне? Да, ты пришла ко мне тереться в мои ноги. Ничего себе, Алиска. Ты сладкая. Какая кошка. Таким образом, наверное, Алиса помечает территорию от собак и говорит, это все мое, это мой сад, уезжайте. Я не хочу, чтобы здесь был кто-то еще. Мне тут хорошо, это все моя территория, это мой лес. Что происходит? А еще недавно в комментариях я стала замечать, что очень многие пишут, чтобы я вернула старые какие-то рубрики. Так вот, у меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, конкретнее в комментариях, какие рубрики вы хотите, чтобы я вернула. Продолжаем выслеживать кошку. Так, теперь она трется еще где-то. Вы это видели? Просто дернулась и побежала. Куда? Где? Просто она за секунду исчезла. Мне кажется, она надо мной издевается. Пока меня не было, Алиса не только располнела, стала уличной кошкой, которая живет сама по себе абсолютно, совсем, прям на все, 100% не так, как было раньше, когда я каждый раз истерила, выпускаю ее на улицу и бегала за ней, искала ее потом. Она очень повзрослела и стала не просто любименьким котомонстриком, а настоящей независимой взрослой кошкой. Смотрите, это теплица, здесь растет куча всего, много разных помидоров, баклажаны, черные, белые, огурчики, перцы. Смотрите, какие гиганты. Тут вообще огромный огород, а вот здесь, я знаю, Алиса пролазит под забором и уходит гулять. Вот нам сейчас нельзя дать ей уйти на гулянки. Злиться на меня, что я отвожу ее от забора, что не даю ей уйти. Ну, Алиска, ну я не хочу, чтобы ты уходила туда вообще за территорию, я потом тебя вообще не найду. Что ж такое-то, обязательно вот опять в кусты малинка. Вот так теплица у нас снаружи выглядит, и сявка охранится огородных территорий. Я заметила такую штуку, что ты выходишь такой вау-вау-вау-вау, а когда начинаешь ходить вот по всему вот этому, вот смотреть огород, ходить по участку, у пруда, ты в итоге потихонечку такой медленно-медленно становишься все более медленным, сонным, умиротворенным. А это помидоры, которые не в теплице, а уличные. Да, Алис, ты хотела показать помидорки? Вот сколько их самых разных помидоров. Эти гигантские, а эти поменьше, а эти вот такие вот. А грядки специально такой высоты, чтобы на них было удобно сесть. Жалко только Алиса не умеет полоть, ну и вообще что-нибудь делать, сидя на них. Это свекла, морковка всех цветов и народов, всех национальностей. Следующее место, куда Алиса хочет нас привезти. А вот какая тыква огромная. Это тоже тыква, да, Алиса молодец. Это тоже тыква. Патиссоны, которые в баночках маринованные я люблю. Кошка забралась на гору, в центр холма. Здесь земляника, она уже все. Это не кабачки, не цукини. Угадайте, кто это, я не буду говорить. Спасибо нашей кисе Алисе за тур по огороду. Высокомерная корлева царица полей. Это Алискин наблюдательный пункт. Ой-ой-ой, Алис, ты что, на крышу? Теперь остается только ждать, когда эта кошка решит оттуда слезть. Я пытаюсь издалека заснять, как она будет слазить. Это реально кошка. Просто залила на крышу, слезла с крыши. Алиса, пошли на пруд. Мне кажется, дождь собирается. Сейчас нас польет. Сейчас мы будем купаться под дождем, да? Побежала, 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 побежала. А вот где Алиса прячется. Она залезла, забежала вот туда под дом. Вот ты где проводишь свое время, да? Вот как ты сюда пролазишь, залазишь туда, да? Под дом. И там тусуешься. Мышей там ловишь, да? Смотрите, какие тучи. Алиса, нас сейчас польет дождем. Я тебе отвечаю. Уже смотри, он начинается. Интересно. Посмотрим на ее реакцию. Как она будет себя под дождем вести? Пойдет домой? Она так смешно обо все трется, ходит. А знаете, в чем самый прикол? При том, что Алиса проводит столько времени на улице, постоянно кусуется на улице. Я сегодня ее взяла на руки и поняла, что она вообще не пахнет. То есть вот я ее нюхаю, шерсть, и она вообще не пахнет. Я не понимаю, как это работает. Почему собаки воняют, если они тусуются, на улице живут, а кошка просто не пахнет. Она такая вкусная. Она так вкусно пахнет. Ой, ведь ветер, ветер, ветер. Ну все, то есть ей не нужен дом. Когти точит Алиса на деревьях и здесь. Ребята, дождь, дождь. Кошка просто тусуется на улице под дождем. То есть тебе, Алиса, дом не нужен? Я правильно понимаю, да? У тебя есть где спрятаться от дождя. А мне что делать? Что? Она так еще смешно разговаривает. Но мне нужно переждать дождь, Алис. Тебе тоже. Давай, сиди, ждем. Дождик прям зарядил, аго-го. Но на самом деле небо уже голубенькое, расчистилось. Так что это последняя тучка. Я думаю, сейчас опять распогодится. Пойдем покажем ту сторону дома. Ой, мама. Здесь двери насквозь. И вот сюда мы выходим. И попадаем на такую площадку под крышей, как у настоящих японцев. Тут такая вот сцена, где можно лежать. А здесь можно под крышей тусоваться. Что зимой, что летом. Твой домик там? Да, разговаривает. Просто объясните мне, как эта кошка, лазая по такому количеству всего, везде, где попала, может не пахнуть вообще. Вообще не пахнуть. Пахнуть молочком. Быть такой вкусненькой. Залезла там на камни. После дождя резко появились комары. Меня прям сожрали. Прям у меня везде укус. Вот даже здесь. И сейчас перепрыгнет пруд. Ты моя киска, умничка. Попить решила в пруду. Хорошо, что там во льда фильтруется. Ну, короче, дикая кошка в природе, блин. Пантера местного разлива. Что ты там увидела, Алис? Что там, лягушка была? Я все время снимаю Алису на приближение, чтобы быть не слишком близко к ней, чтобы не напрягать ее своим присутствием, потому что ее даже такое присутствие напрягает. Обычно она намного эффектнее тусит, но сейчас она такая типа... Ой, отстаньте от меня, не снимайте меня. В этом году нашествие слезняков. Они вот так вот выглядят, коричневые. Это не улитки какие-то, это слезняки. Их бывают тысячи просто. Они нападают на все, все съедают в огороде. И вообще все жрут вокруг себя. Алиска, а что ты играешь? С желудями играешь, что ли? Прикол? Алиса играет с желудями. Здесь такие желуди на веточках под дубом. И она с ними играется, потому что они падают сверху с дерева вот с этого. Сейчас кинем ее. Конечно. Нашла себе еще какую-то пещеру-нору. Не любишь, когда за тобой, за твоей спиной ходят, да? Такие у нее гольфики красивые, да? Гольфики беленькие. Гольфики и тапочки. Вот у человека жизнь просто целыми днями. Ходить, бродить, ходить, бродить. Вот это кайф, а не жизнь. Мне такую жизнь, Алиса. Прям повзрослела кошка, повзрослела. Красивая. Потеплела. То есть дождь закончился, все мокрое, но при этом светит солнышко и тепло. Алиса, Алиса, почему ты не обращаешь на меня внимания, когда я тебя зову? Алиса. Алиса. Киса Алиса. Ай, ну там же мокро. Ну вот, вот оно еще. Одно подтверждение. Как можно валяться вот на земле, везде вот так тереться и пахнуть вкусно. Не пахнуть ни грязью, ни чем таким. Ты меня лизнула. Ты меня лизнула. И вот так вот целый день я слежу за кисой Алисой. Хожу, брожу. Как будто я в каком-то заповеднике выслеживаю дикого леопарда. Мне кажется, это она за мной следит, а не я за ней. Она, короче, ходит по всему участку и просто отмечает свои углы, свою территорию. Это наметит свою территорию. Она считает, что это все ее. У нее тут вообще своя жизнь, свой мир. Она здесь владелица просто всего участка. На улице опять пошел дождь и мы с кисой Алисой вернулись домой ненадолго. Наташа, которая создатель всей этой красоты снаружи и хранитель вообще этого дома, говорит, что киса Алиса приходит только поесть иногда. То есть она просто приходит, пожрет и опять уходит. Бродячая кошка. Асмрчик вам от киса Алисы. У нее есть два места, где она спит. Либо вот на вот этом вот домике, либо вот в этой своей башне. Я сказала, два места, но их далеко не два. Она еще любит спать вот здесь, в зимнем саду, вот тут вот, вот в этом вот месте, прячется за диваном. На окошке, чтобы наблюдать. Либо она просто спит в кроватке. Ну и много других мест, потому что все-таки она кошка. А еще, мне кажется, сегодня у видео такой очень домашний вайб. Вот просто как оно есть, без всякого там... Ты очень жизненный. Алиса опять сидит у двери, говорит, откройте дверь, я хочу на улицу. Алис, там дождь, посмотри. Ты не хочешь туда? Дома тепло и уютно, на улице дождь, мокро и холодно, а киса Алиса все равно выползает на улицу. И что, помыться ты вышла? Гром гремит. Мне кажется, сейчас прям начнется сильное наводнение, хотела сказать. Алиса, 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 гром. Пипец, идет дождь, просто гром гремит, а Алиса куда-то ушла, и я не могу ее найти. Может, домой уже пойдем, а? Уже ночь на дворе. Уже спать пора. Алиска, пошли? Алиска, пойдем. Пойдем домой. У нее так глаза светятся в темноте. Пробежала, пробежала, пробежала. Белые носочки сверкают в траве и в камнях. Куда же нас приведет Алиса? В темноте, в ночи. А может, она будет за кем-нибудь охотиться? Сидит там за камнем, как будто ее не видно, думает. Алис, хорей в прятки со мной играть. Пойдем. Она как умотала от меня, так и все. Я уже некоторое время хожу и просто не могу ее найти. Алиса, у меня аж мурашки, боже мой, сколько их. Нашествие слизней. Сейчас очень темно, мне пришлось на голову просто надеть себе фонарик, который хоть как-то освещает путь, потому что фонарей, которые на улице недостаточно, просто сквозь них не разглядишь, где она может быть. Короче, капец, я переживаю, что ее нигде нет. Я ее зову, кричу и все. Ну, просто она... Я не слышу ни шорохов, ничего. Она не откликается. Короче, уже ночь на дворе, а Алисы везде нет. Вы слышите эти звуки? Тут еще такая акустика очень странная, непонятно, откуда эти звуки исходят. Вы слышите? Это какие-то кошки дерутся. Может, это... Где? Где? А, вот там. Может, это киса Алиса с кем-то дерется? Может, на нее кто-то напал? Ну, как будто там несколько голосов. Точно, это у тех ворот. Алиса! Это точно какая-то кошачья драка. Я видела... Глаза, глаза, глаза! Я видела глаза! Короче, я вот здесь вот увидела какую-то сумятицу. Мне кажется, видела светящиеся глаза, и они побежали одни туда, другие туда. Алис! Вон она, вон она, вон она, вон она! Алиса, стой! Алиса, это я! Это уже не смешно. Это уже какие-то ночные прятки с кошками, блин. Алиска! Алисочка! С кем ты там дралась, а? Алис, тебя не побили? Алиса! Какая-то перепуганная просто, реально. Киса Алиса? Да, да, защищает свою территорию. Ну, Алис! И как только появляются какие-то другие коты, животные, еще кто-то, Алиса начинает с ними драться. Наконец-то ты дома! Уже поздняя ночь, я так перепугалась за кису Алису. Фух, ну хорошо, что она дома уже в безопасности, все нормально. А вот, кстати, тот самый рыжий котик как-то раз ушел и не вернулся. Мы так хотели, чтобы он стал нашим питомцем, но, видимо, Алиса все-таки его выгнала. Возможно, он пытался как раз возвращаться, может, даже сегодня она с ним и подралась. Короче, вряд ли мы его снова увидим. Отвоевала Алиса свою территорию. Слушайте мой альбом, обязательно приходите в Телеграм, потому что там самые последние новости. И вообще, в этих обстоятельствах, мало ли что, нам нельзя с вами потеряться. Пока!